На самом деле душа, имея свое намерение согласно божественного какого-то своего центра и имея свой багаж относительно того, что она отработала в прошлой жизни, отстрадала, исцелилась, имеет уже некую степень ограничения в выборе туда, куда она может воплощаться в силу своего внутреннего ограничения. Это ограничение не кто-либо дает, а сама душа уже находится в неких рамках ограничителя. И дальше она выбирает для себя семью, которая максимально подходит цели ее воплощения, но не идеально и не полностью. Даже душа не может выбрать семью, которой нет и не может выбрать всех, кто существует, потому что у нее само есть ограничение. Она в форме воплощения тоже ограничена. То есть она не может просто так выйти из одной формы воплощения в другую. Просто так вот сегодня человеком воплотился, завтра гуманоидом серым на планете Z. То есть такое не то что невозможно, это сложно осуществимо и для этого должны были быть какие-то предпосылки при жизни. Опять же, если бы он там с этими серыми боролся, дрался бы, проник в их жизни и был ими убит, у него была бы какая-то связь. И возможно, что-то там можно было бы пограничную какую-то планету перейти, где серые с ними тусят. Но просто так, не видя или даже зная об их существовании, душа так сделать не может. Более того, она не может переселиться в другие миры. Но, скажем, душа воплощалась на Земле, тут страдала, мучилась, а тут вдруг она решила воплотиться там на Марсе, там тоже есть жизни, тоже есть люди. И там на планете дубль Земля, который там с другой стороны Солнца. Она тоже так не может сделать. Все это ограничено опытом тяжести у души, которую та набрала. Соответственно, выбор семей, в которых душа может воплотиться, крайне ограничено. Сообразно ограничение понимания своей души. Мало того, что выбор ограничен, так еще ограничены возможности. Потому что из всех семей, которые душа может выбрать, там еще не все семьи хоть как-то вообще соответствуют тому, чтобы душа могла выполнить свою задачу. И вот максимально самое лучшее из худшего, грубо говоря, из возможного душа выбирает. То есть этот выбор, чтобы вы понимали, не такой, как многие думают, что душа же выбрала таких родителей для чего-то. Не всегда для чего-то. Иногда просто это единственное, что было. Поэтому пришлось воплощаться у этих родителей. Других пока не было. То есть иногда бывает так. Это существенная проблема. Понимание этого даст вам понимание тех проблем, которые возникают при воплощении, о которых вы якобы не знаете. Потому что, опять же, считается, что родители, которые выбраны, они идеально выбраны для души. Со всеми проблемами, со всеми плюсами. И это не так. И даже более того, скажу, все проблемы, которые у вас происходят с родителями, это скорее тот момент, с которым пришлось смириться, потому что другого не было. Если бы у вас был бы выбор другого, однозначно выбрали бы другое там, где не было бы проблем. Потому что душе эти проблемы не нужны. Ей нужно выполнить задачу. Соответственно, все должно соответствовать выполнению этой задачи. И считается, что эти проблемы тоже соответствуют выполнению этой задачи, но нет. Просто вы должны понять, что мир тонкого плана, перехода, он несовершенен, не идеален. К концу, к завершению нашего факультета вы это поймете. Мы его формируем в собственной мысли. Мы очень сильно на это влияем. Мы очень сильно его искажаем или меняем. И души в моменте перехода, они очень становятся слабыми и уязвимыми. И во многом зависят от живых людей. И живые люди во многом определяют условия для душ. И, к сожалению, бедняжки души иногда вынуждены играть под нашу дудку и плясать под наши условия, даже если им не столь это нужно. Вот почему я вам говорила, что у нас тяжелая ситуация с этими дурацкими десятитысячными перевоплощениями, потому что мы не можем из них выйти, так как душа банально не может выполнить то, зачем она пришла изначально из космоса. Ей нужно просто выполнить определенное действие. Для этого, разумеется, все должно идти ей в руку. Потому что, ну а в чем смысл? Она пришла, допустим, сходить в магазин. Она не должна по дороге спотыкаться. Она не должна по дороге в стену врезаться. Или вышло так, что магазин закрыт, и теперь нужно думать, как ждать, чтобы она открылась. Она откроется через тысячи лет только. Понимаете, придется умирать, через тысячи лет опять рождаться, чтобы этот магазин был открыт. И многие говорят, что таков путь души нет. Он был не таков. Ей четко, строго надо было сходить в магазин. Все, душа не всевидящая. Опять же, вы должны понять, что Вселенная настолько многогранна, что вот эта взаимосвязь между плотными мирами, тонкими, божественными, она иногда теряется. Если бы она была бы настолько ясной и четкой, как люди наивно предполагают, то божественным мирам не нужно было бы воплощаться в физических телах. У них была бы настолько сильная связь, они бы все получали. А в итоге воплощаются они в физических телах, потому что отчасти они не знают, что их ждет, и хотят получить нечто, чего там нет. Если в этих божественных мирах этого нет, оно есть здесь, значит, взаимосвязь с этими мирами не настолько сильная, как предполагают люди. И я вам как раз по опыту своей прошлой смерти, прошлой жизни хочу вам сказать, что вы должны понимать, что мир физически относительно самостоятельный, самодостаточный. И у нас есть некоторые моменты, которые есть только здесь, и только мы их знаем, и только мы их формируем и создаем. И наша самосознательность позволит нам створить мир и создавать его идеально правильно. И если мы с вами вот эти моменты не осознаем, мы будем все это списывать на душу, что душа, мир божественный, все это, Агнасть, все выбрали, то мы не сдвинемся с места. И вот эти миллиард перевоплощений у нас будут повторяться, повторяться и повторяться. И в итоге человек даже банальных действий у него сможет сделать. Вот возьмем пример с магазином. К примеру, ему нужно было сходить в магазин, душа свыше узнала, о, в этом мире есть магазины, вот мне интересно сходить в него и узнать, что такое ходить в магазин. Вот как происходит, это вот я вам утрирую пример, связь с божественным миром. Вот с божественным миром душа пришла, воплотилась. Значит, идет в магазин, а по факту тут идешь в магазин, оказывается, магазин там закрыт, как выясняется, он открывается раз в тысячелетие. Но душа от этого не знала, она там посмотрела и увидела, что магазин есть. Вот, то есть душа, она видит вне времени, вне пространства, вне движущихся объектов, вне другой фокус восприятия, измерения другое вообще. Там мерность даже пространства иная, здесь она иная. Здесь выясняется, что есть время, поток, который движется вот так, через миллиард лет. Только эта душа узнала, пока она шла к магазину, там несколько воплощений спотыкалась, падала, убивалась, врезалась в стену, наконец-то обошла гигантскую стену тысячи километров, которую надо было обойти, обошла эту стену, дошла до магазина, приходит следующее, короче, открытие магазина через тысячи лет. Вот все. Опять душа убилась, приходит через тысячи лет, через тысячи лет, там какая-то война происходит, магазин не пускает, она начинает бороться с этой войной, как же мне к магазину там пройти? Потом там бешеная очередь какая-то, душа встает в очередь, стоит в этой очереди, доходит до очереди, магазин закрывается. Что такое? А потом неизвестно, когда он откроется. Еще эти магазины могут и уничтожить. И представляете, что произойдет с этой душой? Она просто пришла сходить в магазин, и это превратилось просто в бесконечную сагу бешеную. Соответственно, то, как формируется тонкий план «Другой мир» во многом зависит от нас, и вхождение души в это измерение тоже во многом зависит от нас. Наша с вами задача максимально помочь душам и себе в воплощениях реализовать те намерения, с которыми они приходят. И родители выбираются максимально подходящие, но, к сожалению, из того, что имеется, и те возможности, которые есть. Потому что, опять же, допустим, не все души могут выбрать родителей, которые живут рядом с магазином. Некоторые могут выбрать, которые далеко живут, потому что они ни разу не доходили до магазина и не знают тех душ, которые живут рядом, не знакомились с ними. У них нет никаких узловых завязок, и это очень сложно реализовать. Понимаете, как этот процесс тяжело происходит? Далее, конечно, что делают в данном случае родители? Родители сами по себе определяют тот спектр, который они допускают для души, для ее существования в этой жизни, а который не допускают. То есть, есть некоторые моменты, которые, грубо говоря, люди, ну вот пара там семейная собрались родить ребенка, у них есть аспекты восприятия. Вот что-то они приемлют в жизни, что-то они не приемлют, что-то они считают правильным, что-то они не считают правильным. Какие-то у них условия есть, каких-то у них условий нет. Чтобы вы поняли, душа в основном выбирает условия. То есть, ей преимущественно важно то, в каких условиях живут родители, а менее, чем их психологическое состояние. Ну, даже психологическое состояние выбирается только с позиции условий, которые необходимы душе. Ну, скажем, если ей для реализации ее цели необходимо какое-то поведение конкретной родителей, тогда выбираются родители, имеющие определенные психологические данные, ну и то, опять же, максимально возможно соответствующие. Если у них это есть, ну хотя бы по максимуму, не идеально, но насколько есть. Если у души есть задачи воплощения немножко другого характера, они не связаны с психологическим характером родителей, то в основном она выбирает родители, у которых есть материальные и фактические данные. Скажем, они где-то живут там в каком-то городе, в какой-то стране, или у них достаток определенный есть, или его нет. Или какие-то физические чисто возможности в стиле, что они там, я не знаю, имеют каких-то родственников в силу этого, имеют возможность там помощи, подсказки. И, допустим, он вырастет, попросит там помощи у родственников, они ему помогут, к примеру, чтобы вы понимали. В силу этого, соответственно, нельзя гарантировать моральные качества родителей. Опять же, душа, конечно, максимально хочет, чтобы все соответствовало ее цели воплощения, и максимально, насколько родители могут соответствовать этой цели воплощения, но их максимальное соответствие может быть минимальным. Плюс может быть такой момент, что у некоторых родителей идеальные фактические условия, но психологически они мало подходят. А есть родители, к примеру, которые психологически идеально подходят, но фактических слоев вообще никаких нет. То есть душа там тогда выбирает, с чем она жертвует в итоге. Что она пожертвует? Она с фактическим слоем будет бороться, пытаться их достичь, или с психологией родителей будет бороться, вечно с психикой ругаться. То есть, чтобы вы поняли, в итоге выбирающиеся родители, они существенно ограничивают душу, входящую в этот мир. Это уже к нам, к миру живых. Люди здесь своими ожиданиями, то, что они хотят видеть, то, что им нужно, уже задают жесткие рамки воплощающимся душам, и сильно им мешают выборе того, что им надо. Потому что душа приходит, ей надо что-то реализовать, а не для вас жить, и не для ваших нужд и потребностей. Для ваших потребностей вы сами себе должны жить, а не рожать детей, грубо говоря. То есть, этот момент немножко другой, но тем не менее, когда душа делает этот выбор, там очень много играет роль симпатия и какие-то внутренние импульсы. Не забывайте, что душа делает этот выбор, находясь в мирах тонкого плана. Соответственно, миры тонкого плана немного строятся по другим законам. Там превалирующее преимущество имеет эмоциональный посыл, эмоциональный потенциал, нежели логическая рассудительная конструкция, как здесь, потому что логика – это следствие механики построения материального мира и самой материи. Соответственно, тонкий план другого измерения, он строится по другим принципам, и там первоначальная субстанция материи – это чувство эмоции. И находясь там, они видят родителей не в том контексте, как видят их потом физически, живя рядом с ними. Потому что многие моменты морального характера, эмоционального, они просто не замечают. Для них они кажутся несущественны и незаметны. Тогда как есть какие-то моменты, которые им просто симпатизируют, которые они импонируют и считают, что у них вибрации соответствуют. Тогда как они, когда воплощаются, эти моменты вообще становятся несущественны и незаметны. А вот логические моменты, которые важны, в итоге не играют никакой роли. Я, конечно, не скажу, что что-то важнее, что-то менее. То есть нельзя сказать, что с другого измерения они там более глупые, чем здесь. Но смысл заключается в том, что, наверное, есть некая взаимосвязь. И все же в идеале, чтобы эти два элемента соответствовали, и, к сожалению, и в этом, и в том мире, души не могут корректно вот эту взаимосвязь выстроить и корректно определить, какие там качества действительно в полной мере нужны. Потому что, возможно, если бы они видели полноценную картину, они выбрали вообще бы другую семью и других родственников, которых сочетаемость и вот эта, и вот эта была бы, ну или в меньшей степени, или им пришлось выбирать. То есть тут такие моменты, что душа якобы по симпатии выбирает, резонируя. Но это симпатия эмоциональная, симпатия вызвана эмоциональным резонансом. И опять же, родители могут меняться на протяжении жизни. Это на тот момент у них возник резонанс. А люди могут перестраиваться. У них могут видоизменяться конструкции, и вполне может быть, что на каком-то этапе жизни этот резонанс вообще утратится. И тогда с этими родителями в основном даже прекращают общение и не могут даже взаимодействовать вообще никак. Потому что изначально даже тот параметр, по которому их выбрала душа, тоже отсутствует. И ничего, никаких соответствий нет. То есть вы должны понимать, что родители выбираются из того, что было. Что, что есть, более-менее подходящее, и то опираясь на какие-то чувственно-импульсивные ощущения, как бы игнорируя логику, ну не игнорируя, а обходя логику, и в итоге есть то, что есть. И конечно же, когда душа входит в тело и сталкивается с теми родителями, которые у нее есть, возникает миллиард, сто тысяч множества проблем, которые душе нужно решать. Значит, какие проблемы возникают у души при входе? Ну, в первую очередь, проблемы подавления родителей, когда родители подавляют душу своими ожиданиями, своими требованиями, создают определенные границы и рамки души, которая, соответственно, должна реализовывать свои принципы, ей нужно реализовывать свои цели, свои стремления, а вот эти рамки вообще ей не соответствуют, претят и даже портят ей самореализацию и выполнение своей цели. Тогда начинается жесткий конфликт, скандалы, ссоры, соответственно, ребенок начинает с родителями очень жестко ругаться. Ребенок жестко ругается, защищает свои границы, только тогда, когда родители пытаются своей системой воззрения ему ограничить доступ к эволюции, к развитию, которое нужно ему. То есть это не всегда бывает так, что родители плохо себя ведут, что они там плохие, злобные, нет. Родители могут в стиле «они добрые, заботливые, мы просто о тебе заботимся», но они навязывают свою картину видения, вот свою мораль, свое понимание. А если эта мораль и понимание идет вразрез с целью воплощения души, то есть если душа начнет эту мораль поддерживать, то она не сможет выполнить свою цель реализации. То у нее начинается жесткое отторжение, и возникает раздражение. Это те самые случаи, когда родители вроде нормально, ну не то, что идеальны, конечно, но он вроде ничего плохого не делает, не орет, не кричит, а ребенок его ненавидит просто никакой, не хочет ему прямо с ним иметь дело. Но чтобы вы понимали, это не всегда бывает так, что родители плохое и злостное. Иногда бывает так, что я встречала случаи, что родители очень светлые и созидательные, а ребенок из темных демонических миров. И ему, соответственно, нужно развивать его демонические качества, мерзкие, а родители не дают. То есть это в любом случае отсутствие резонанса, и тут мало что поделаешь, потому что у души есть цель воплощения, вы против этого не попрете, хоть убейтесь, ребенок не ваша собственность, эти вопросы надо решать было на моменте зачатия. Но сейчас я про этот момент расскажу чуть позже, потому что если уже душа пришла со своей целью, которая полностью противоречит вам, то вы не имеете права и ничего не сможете сделать. То есть это ваша бестолковщина, с которой вам придется жить всю жизнь. Но, к сожалению, максимально там можно как-то, конечно, опять же, там вот есть такие расхождения, что цель души ребенка настолько отличается от цели души родителя, что никто ни под кого подстроиться не может. Если родитель будет подстраиваться под ребенка, то он свою цель не сможет выполнять, а если ребенок под родителя, то он свою не сможет выполнять. И в итоге они оба находятся в конфликте. Вот это такие конфликты неразрешимы. Далее моменты могут быть сложности, когда не только родители ограничивают ребенка. Бывает, когда, допустим, среда, в которой находятся родители, ограничивает развитие ребенка, и ему очень тяжело и очень сложно. Но такие дети, как правило, в раннем возрасте уже отделяются от родителей, становятся самостоятельными или уходят в другие моменты, либо, если у них магия реализации достаточно мощная, они как-то реализуют уход от этих родителей каким-то образом, там случаются события или вещи, что эти дети переходят к другим родителям, воспитывают другие люди. Ну, по-разному это бывает, но когда условия вообще не соответствуют. Есть такие моменты, как удочерение усыновления, они происходят тогда, когда дети души не могут воплотиться в условиях, которые им необходимы. Они воплощаются в первых попавшихся условиях, с учетом того, что, к примеру, впоследствии их там бросят или оставят. И далее они максимально выбирают себе условия, которые им необходимы, реализуя свою магию. Но, как вы понимаете, не у всех их хватает на это магии, и некоторые, соответственно, вырастают самостоятельно до взрослого возраста, чтобы в взрослом возрасте научиться что-то познать, что-то создать, чтобы в следующем воплощении уже реализовать эти условия для себя. Потому что, опять же, наличие магии – это наличие опыта и внутренних сил, которых не всегда есть. Значит, когда идет такое физическое расхождение настолько, что родители вообще не могут дать то, что необходимо ребенку, происходит то, что вот ребенка теряют или отдают. Далее вот сироты, которые вырастают, это дети, которые не смогли найти души для резонанса. Вот вопрос, опять же, справедливости и несправедливости. Вот хочу вам сказать, что вы не до конца понимаете нашу ответственность во всем этом. И ответственность души. Дело в том, что душа выбирает себе родителей, исходя из того опыта, который она прожила. То есть это те знания, тот опыт, который она видела когда-либо. И те страдания, которые она пережила, ее существенно ограничивают. Даже исцелившись, все равно душа находится в ограничении того хорошего, что она познала, и того хорошего, что она никогда не видела. Если у нее этого опыта нет, ей никто не поможет, никто ей не даст возможность вот этот опыт получить. Кроме людей живых из этой мерности, если они работают с душами и с мирами ангельскими обращаются туда, они могут на основе своего опыта, имеющегося у себя, как-то посоветовать, как-то помочь душам перевоплотиться. За счет своих знаний найти семью для воплощения. А по большому счету, к сожалению, души ограничены. Даже если бы душа и хотела себе лучше родителей найти, она просто не может в силу своего опыта. И поэтому, поскольку у нее такой опыт, и прожитая ей только вот такое, она вот только так может сформировать свою жизнь. И вот она воплощается в жизни, где она там становится сиротой, и сама старается построить семью, создать семейные отношения, чтобы в будущем сформировать эти знания, чтобы хотя бы в следующем воплощении были необходимые знания, которые ей помогут воплотиться в нужной семье. Вот, как правило, почему большинство сирот, которые нормально реализуются, они стараются создать хорошую семью. Они очень ценят семью, хотят создать хорошую семью, потому что этот опыт им нужно перенять, чтобы в дальнейшем уже воплощаться в определенной среде. Вот там множество психологических моментов, конечно, но вот это одно из. Значит, эти две главные проблемы, которые создают родители. Родители все же, самое что в них рождается, родители все же создают очень много рамок и ограничений. Они не готовы меняться ради ребенка и не готовы изменить свою жизнь. К сожалению, детей рождают для себя, эгоистично. Понимаете, вот хотят жить, захотели жизни еще лучше, решили родить для детей, чтобы в вашем мире, в ваших представлениях, в вашем внутреннем мире рождались дети. Но это эгоистично, потому что если мы возьмем мироздание в целом и вообще развитие души и мира, то по большому счету мы должны помогать душам. Вы же воплощаете чужую душу, вы должны понять, что даже если она с вами была как-то связана в предыдущих воплощениях, все равно она отдельная, независимая. Вы должны понять, что у вас есть долг перед душами, и это не игрушка, и это не для вас развлечение, и вообще дети созданы не для вас. Несмотря на то, что вы их рождаете, это процесс вселенского масштаба, созданный для душ, чтобы души могли входить и выполнять свои цели. Не вы, понимаете? Вы свою цель выполняете не за счет детей, потому что очень многие люди, к сожалению, рождают детей для того, чтобы как-то свою самореализацию решить, или они якобы свою жизнь этим улучшают, но свою жизнь надо улучшать другими вещами. А детей вы рождаете, вы должны понять, что этот процесс уже ответственный, очень серьезный, и это скорее полное служение другим. Дело даже не детям вообще, а служение взрослым, независимым людям. Помните, вот последнюю лекцию я снимала, как раз-таки перед Магией Тота, про то, что ребенок, он только ребенок физически, а по сути это взрослая независимая душа, абсолютно от вас не имеющая с вами связи, немножко не то. Конечно, связь есть то, что вы рождали, вы любите, это немного другое, но вы должны понять вот этот момент самостоятельности, вы его должны осознать. Я вот какой-то отрезвляющий пример хотела привести. Если вы решили призвать душу в этот мир, чтобы она смогла выполнить какие-то задачи, это полное служение другим вообще, не себе. Вы должны как минимум к этому быть морально готовыми. Потому что если вы ничего не сделали, не выполнили свои задачи, не смогли ничего реализовать, вы не сможете служить другим. Соответственно, вы будете себя подминать. Каким бы вы хорошим, замечательным ни было, любые ваши подминания под себя и зло. К сожалению, в процессе ребенка это так, там есть лишь один закон. Либо ты полностью отдаешься, будь готов служить, либо если ты не готов служить, ты будешь злом в любом случае, каким бы добрым ты ни стал. Опять же, душу можно выбирать максимально соответствующую, но даже если вы выберете душу максимально с вами резонирующую, все равно эта душа будет иметь свои цели, отличные от вас, и все равно вы должны максимально под нее меняться. Все равно вы на нее не идеальны. Даже если вы выберете идеальные условия, где максимально вы подходите для этой души, для ее самореализации, все равно не идеально, все равно надо меняться. Вам нужно всю жизнь положить всего себя на изменение, изменение своей жизни, на изменение себя, на изменение образа жизни, образа мышления. И, как вы поняли, это не должно прийти с вашей целью воплощения, потому что иначе вы это сделать не сможете. И как же это делается? Ну, разумеется, по-честному я вам рассказывала много раз, и в древности считалось, что человек рождать детей может только тогда, когда он выполнил уже свою задачу воплощения. Это искренне настоящее, по-честному человек выполнил свою задачу, он готов передать знания, это как учитель, да? Учитель сначала набирает опыт, знания, когда он постигает какое-то знание, ему нужно это знание отдать, а потом он только уходит там в другой мир. Вот точно так же в идеале должно быть в нашем человеческом мире. То есть человек выполнил свою цель, свою задачу, он отжил, теперь он может уходить прежде, он должен отдать долг обществу, призывать свою новую душу сюда, взамен у себя, помочь полностью ей, все выложится для нее полностью. Это человека быть не должно вообще. То есть, ну, это так работает, ребят. То есть, родители быть не должны вообще. То есть, он полностью для ребенка, иначе это не реализуется, полностью поможет ему, и как только он помог, сделал свой заклад, он уходит, потому что он готов. Но, как вы поняли, в нашем мире, конечно, все не так. Конечно же, люди рождают детей, когда вообще не выполнили ни свои цели, не нашли себя, а еще хуже вообще даже ни с той семьей, ни с теми людьми, ни любовь не нашли, ни самореализацию, ни себя не поняли, детей родили. Конечно же, это начинает давить друг на друга, на детей, дети на них. Это реально завязывает узлы, связки, это ухудшает жизнь, создает еще больше проблем, и в итоге удлиняет количество воплощений. Люди начинают еще раньше умирать, чтобы побыстрее опять переобнулиться, потому что они уже в малом возрасте не могут выполнить свою цель воплощения, потому что уже с детства их задавили настолько, что это просто невозможным становится. Мы сами себя топим. Это проблема для нас. Это не вопрос родителей детей, это вопрос человечества, человеческой расы, в принципе. В идеале, конечно, нормально, когда человек не хочет рожать до тех пор, пока он не выполнен на своей цели задачи. Но, конечно, большинству из вас для этого нужно больше времени, чем та жизнь, которая выделена. Поэтому стремление к долгожительству, к развитию себя, к молодости, то, что я в прошлой лекции рассказывала, это, естественно, к чему вы должны стремиться всю свою жизнь, и чем вы должны забивать свои чувства неудовлетворенности и несамореализованности. Не детьми это забивается, потому что в основном забивается детьми. То есть человеку плохо, он нереализован, давайте родим детей, или вот сейчас я рожу детей, будет классно, нет, ничего классного не будет. Твои проблемы нужно решать самому. Ну, конечно же, у нас сейчас этого нету, и результат тому еще большие проблемы, еще больше воплощений. Но, чтобы вы понимали, даже если этого нету, закон природы работает именно так. И когда вы рождаете детей, ребенок требует максимально в себя, всего вас. Конечно же, родитель может отказаться и послать, тебе у меня есть своя жизнь, но если он так делает, то он ребенка лишает многого, и ребенок все равно теряет. Даже если родитель, типа, я совмещаю, у меня есть своя жизнь, свое пространство, у тебя своя жизнь, свое пространство, я тебе забочусь, но не мешаю заботе о себе. Но по факту это небольшое лицемерие, в любом случае, ребенку не додают, потому что ребенку нужно давать всего себя, вообще всего. Потому что ребенок в детстве, он растет, ему нужно максимально любви, максимально заботы, максимально внимания, все должно крутиться вокруг него, весь мир вокруг него, весь мир в нем должен быть, только тогда он вырастает, впитывает в себя, как, знаете, как все дети, как цветы, впитывают в себя солнечные лучи, любовь. И когда он готов там свою жизнь формировать, тогда, собственно, он начинает самостоятельно свою жизнь формировать. Ну, конечно, родитель, даже если он старается сохранять дистанцию, стараются отходить от ребенка, в итоге создаются эффекты вампиризма, завязок, обид, страдания у ребенка, это боль вызывает, и все равно дети не реализованы, не доработаны, у них возникают проблемы. Далее возникают проблемы, соответственно, того, как душа входит в тело, потому что в связи с тем, что родитель не додает внимания, неправильно принимает роды, неправильно процесс зачатия делает, он делает не тогда, когда он созрел, не тогда, когда он готов, он делает неправильным образом призыв души, момент рождения не соблюдается верной постановкой, воспитание ребенка не соблюдается в правильном контексте, отдача энергии, потому что младенец, когда рождается, ему вообще нужно всю энергию отдавать, то есть в принципе вот батарейка сидячая, которым отдает всю энергию, так нормально, это естественно, потому что младенцу для формирования тела, душе, нужна энергия, энергопотенциал, энергия жизни, ему нужна любовь, то есть ему нужна любовь в бешеных масштабах, чтобы он смог сформировать здоровым и красивым свое тело, чтобы оно красиво было здорово, это по сути все вы, родители два полностью отдает мужскую и женскую энергию, и конечно же у них на себя времени быть не должно, поэтому вот младенцы, они первые несколько лет занимают столько времени, родители столько мучаются, спать не могут, на самом деле еще мало отдают, но как вы поняли при нашем жизни это невозможно, это как бы самообман, но тем не менее дети высасывают максимально, если родители не дают любовь, дети начинают высасывать, потому что им эта энергия просто тупо необходима для жизни, они не плохие, она им нужна, понимаете, вы не в состоянии ее дать, вы родили детей, будучи сами детьми, вы не доросли, не поняли, что такое дети, не понимаете, что это такое, но это не значит, что им не нужна энергия при этом, и они как рождающиеся существа, они нуждаются в этой энергии, максимально высасывают. Соответственно, если они недополучают энергию, это отражается на здоровье тела и на красоте. То есть, если они там рождаются какие-то некрасивыми или какие-то страшные, у них там проблемы с кожей или что-то, родители недодали, и они не смогли еще родители отнять эту энергию. Ну и, к сожалению, конечно, родители тоже можно пожалеть, бедняжки, что у них отнимают энергию, но с другой стороны, сами же дураки. Но действительно, подход к такому серьезному делу, как рождение детей, абсолютно бездумно и без башки, не понимая, что это серьезное ответственное решение, которое, собственно, всю жизнь меняет, и это не просто игрушка. Ну, к сожалению, проблемы это уже есть, но мы будем работать, как из этого выходить, но сам корень неверный подхода к этому. Начнем с того, как призывается душа в тело. То есть, изначально, конечно, душа призывается родителями, и в идеале приглашается душа. Приглашение посылается душам, которые родители готовы принять, которые поможут их воплощению, и у которой цель воплощения будет резонировать с родителями. Родители могут пригласить душу. Для этого, соответственно, изначально, как полагается, перед самим любовным актом, родители должны подготавливаться несколько дней, они должны очищать свое сознание и душу, находиться в медитациях, очищаться в правильном питании, для того, чтобы достигнуть высокого уровня вибрации. Чем выше уровень вибрации, тем более созидательную, красивую, крутую душу они могут привлечь. Чем пониже уровень вибрации, тем ниже и тупее души приходят. Ну, понятное дело. Поэтому максимально, сколько можно из себя выжить, выбрать прекрасное, красивое место. Как вот боги зачинали детей, они зачинали детей в специальных местах. То есть, это как красивые храмы какие-то, которые находятся в красивейших местах, далеко от людей. Вот этот прекрасный храм, там в природном месте, вот они находятся какое-то время там, занимаются любовью с целью зачатия. То есть, в идеале это делается так, надо уехать там куда-то, я не знаю, домик в горах или на море прекраснейший, все эти дни посвятить только зачатию, не думать ни о чем, ни о какой работе, потому что это максимально усилит ваши шансы привлечь наиболее светлую душу. Далее, значит, когда вот это происходит, значит, в процессе зачатия именно отец делает призыв ребенка, потому что он испускает что-то вроде нити или луча, который закидывается как можно выше, соответственно, через свой половой орган во время полового акта он забрасывает вот эту вот, как, я не знаю, ее назвать, так как нить. Он эту нить забрасывает в мир и душ как можно выше. Его задача, понятно, пробиться как можно дальше, как можно выше. Это мужское свойство. Мужчина должен как можно более высшей миры добиться, наиболее высокей миры, где есть на самой возвышенной, самой чистой души. Разумеется, для того, чтобы мужчина мог это осуществить, он должен безумно любить женщину свою и в момент любви он должен полностью в этой любви погрузиться, он должен накрыться с головой, эта любви отдастся до безумия, то есть это момент медитации для него транса. Он должен войти в этот транс, полностью войти в любовь, к своей женщине, настолько войти в максимально возвышенное состояние любви, чтобы этот пик его возвышенности достиг самого высокого мира, куда он может только забросить свое лассо, грубо говоря. Как только он забрасывает туда связь с душой, отвечает душа, которая услышала этот призыв, и она реагирует тут же, что вот я типа наготове. Далее мать, получается, и отец вместе утверждают, что да, мы согласны тебя принять, вот мы такие-то, такие-то, у нас вот такие-то там потребности, такая-то жизнь, приходи к нам. Душа выражает согласие, она цепляется за вот эту вот нить, которую пускает отец, прицепляется к этой нити, и на этой нити находясь, далее происходит процесс зачатия, отец, значит, получается семяизвержение, и после этого сперматозоид побеждает тот, к которому эта нить запускается. Эта нить запускается к определенному сперматозоиду, он переходит в матку, и вот вам, пожалуйста, зачатие произошло. Как вы понимаете, если зачатие происходит не сразу, значит, что отец не смог дозваться ни до кого. Вот ему надо кричать, кричать. Это во многом зависит от мужчины, от того, насколько он отдается любви, насколько он любит свою женщину, насколько он действительно на возвышенных эмоциях. Но бывает еще так, что мужчина сам по себе очень высоковибрационный. Женщина может быть не особо там высоковибрационная, и не особо его любовь суперпуперическая к ней, но он сам по себе высоковибрационный. Ну, то есть, и бывает родители по вибрации выше. Тогда, конечно же, в таком контексте могут родиться дети, даже если у них не суперлюбовь. Но в основном это касается только отцов. Потому что если мать высоковибрационная, а отец низкой вибрации, лассо закидывает отец. Он закинет очень низкое, и мамаша будет потом с этими детьми мучиться всю свою жизнь. Она будет высоко вибрационной, чистая, светлая душа, а дети у них из адовых миров, там какие-то дистракты родятся. И в основном, если женщина выбирает себе низковибрационного мужчины для зачатия детей, она себя убивает этим. Заранее себе ставит клетку. Здесь по роду, по генетике, женщина должна всегда стремиться, если о вопросе зачатия идет речь, женщина всегда должна стремиться найти себе мужчину выше по вибрациям, чем она. Вот почему у женщин в природе, в искаженном, в извращенном, есть стремление к мужчинам самодостаточным, более крутым, более развитым, то есть автоматически, подсознательно женщина стремится, чтобы ее мужчина был более, какой-то уровень повыше. На самом деле, речь идет о размножении, вовсе не о каких-то там других моментах, потому что при размножении, если мужчина высокоразвитый, более чистое, более достойное потомство. Женщина подсознательно на это настраивается, и она выбирает соответствующего мужа. Но, конечно, это не связано с тем, насколько он там богаче, или насколько он там более деятельный. Конечно, есть какие-то моменты, имеющие значение, но, тем не менее, я хочу вам сказать, что есть мужчины, которые зарабатывают и деятельные, но очень дистрактные, низковибрационные, и от них только ужасные дети рождаются. Поэтому ужасные дети по характеру рождаются от отцов. Это их полностью обязанность. Женщина, здесь вот только дурость, не надо создавать семью, детей рожать с мужчинами, которые ниже по вибрациям. Ну, хотя бы, грубо говоря, рожайте детей с другими мужчинами, тогда это будет правильно, потому что это к вопросу эволюции, развития общества и того, кого вы впускаете в этот мир. Соответственно, вот так вот происходит процесс зачатия сам по себе. После того, как связь с душой создана, душа цепляется по нити в матку и уже на ниточке она связана с маткой. Вот дальше, как идет, происходит вселение души, как происходит вот этот вот процесс. Значит, как вы поняли, изначально там только ниточка. Если, допустим, женщина делает аборт, прерывается эта ниточка связи и не более того. Но для того, чтобы вы поняли, что за процесс происходит, я вам объясню, как призываются души. На самом деле, большинство людей практически на сегодняшний день делают этот процесс неосознанно. Они вообще не отдают себе отчет, кого они там призывают и кого зовут. И большинство, поскольку люди вообще в этом, грубо говоря, никак не занимаются, никак этим не увлекаются, в итоге души призывают в основном только отцы. То есть, женщина, она практически в этом никак не участвует. Хотя она может участвовать, но за счет незнания. И поскольку отец призывает души вообще автоматически, совершенно не думая, и к этому не готовится, и вообще зачастую половые акты бывают достаточно нечистые, не в плане там эмоций, а в плане нету подготовки, повышения уровня вибрации, выражения любви, даже без любви могут быть, и низковибрационные, то эти папаши призывают, кого попало, кто у них там срезонировал, кого захотели, кого призвали, или там в стиле кто-нибудь, а кто-нибудь там много кто. И очень часто приходят души, которым нужно самореализоваться просто за счет кого-то, и они этих родителей воспринимают просто как средство достижения цели. Опять же, вот деструктивные, демонические души, им нужно воплотиться хоть как-то, если они находят какие-то условия для воплощения, слава Богу. Особенно демонические души, сразу могу сказать, любят высоковибрационных женщин, которые с низковибрационными мужчинами. Потому что высоковибрационные женщины, созидательные, и они же рожают ребенка, они максимально могут дать высокочастотную энергию. И этот ребенок высосет ее до дна, эту женщину. Он демон, ему нужно реализовываться, папашка тупарь тоже демонический, он призвал его к демоническому миру прекрасно, а мамаша просто сосуд, с которым можно высосать, убить и уничтожить. И, к сожалению, много матерей там, ой, это мои дети, мой сыночек, а сыночек демонище полнейшее просто, который его всасывает и мочит. Но сын, Олька, любимый, и, конечно, к сожалению, вот этой трезвости нету. Если уж вы так вот сдурили, сглупили, то хотя бы уж относитесь к детям с пониманием, что не так все там мягко и гладко, как кажется. И вот эти демонические души с радостью, они просто, вот они приходят использовать эту женщину, они полностью ее используют, как подметку вытираются, и она уничтожается от этого ребенка, а потом вообще еще ничего не может сделать. Да, потому что им наплевать. Они пришли на того, кто согласился, папаша-то срезонировал. И там ни о какой любви не идет речи. Ребенок в демонических мирах еще не умеет любить. Соответственно, процентов 90, успеха, вернее, процентов 90, я вам даю, что вот такие пары, где мужчина низковибрационный, 90% будут дети вот упыри и вурдалаки. Вот 90%. То есть даже может, если змеиная женщина низковибрационная, а мужчина высоковибрационный, там могут хорошие дети родиться. А вот здесь вот 90%, 10% я не знаю, если женщина этого обработает мужика настолько, что он там будет в супер нервании, супер любить, его как-то возвысится, еще женщина откажется принимать душу этого там упыря, то есть женщина может отказаться некоторым душам, она скажет, я не хочу, чтобы ты воплощался. Тогда еще там 10% она что-то может скоррелировать, чуть-чуть душу получше взять, но в любом случае лучше папаши, выше она намного не возьмет, там супер идеальный сын не родится. Но маловероятно, если только демонический папаша, он там как-то уж будет прямо у него есть какой-то посыл внутренний, душевный, прям такой высоковибрационный, это маловероятно. В основном дети убийцы мамаши приходят. Вот, поэтому имейте в виду, дети детям рознь, а если дьявольские, демонические дети приходят, нифига они не дети, понимаете, ну это же вообще просто бывшие убийцы, бывшие насильники, они тоже так воплощаются, тоже они меняют свою жизнь, они конечно стараются, они меняются, они становятся лучше относительно того, что они были. Но относительно того, что может быть, это просто ужас ходячий. Вот, ну и далее, значит, поскольку душу призываются абсолютно беспорядочно, совершенно без какого-либо системы, отец может призывать души для себя, он может своих знакомых призывать, души в своей завязке, своих там бывших любовниц, любовников и так далее, которые воплощаются через мамашу, которые чисто просто сосуд, и потом вы живете в семье, где, допустим, ребенок, это там бывший любовник отец или еще-то вашего там мужа, и у них особые отношения, особая связь, а вы там никто, вы сосуд, который родил, понимаете, воспользуюсь вами и все, и такие сплошь и рядом ситуации, и они потом, о, там сыну, я дочь, я ребеночек, а на самом деле это никакого вам не ребеночек, душа вообще не к вам пришла, вы, собственно, средство к достижению цели, душа пришла к папаше. Бывает такое очень часто, к сожалению, тут на папашах вся ответственность, и папаша еще может бросить потом вас, допустим, уйти, вы останетесь с этим ребенком, этот ребенок вас ненавидит будет до глубины души, потому что он пришел к папаше, связь у них, а у них там душевная связь, а вы ему нахрен не нужны, вообще чужой человек ну вы родили, физическая связь есть, там тело надо поддерживать и так далее, но что поделаешь, жизнь такова, то есть таких случаев сплошь и рядом. И соответственно, души, когда вот их призывают, призывают их тупо, неосознанно, нету специального приглашения, нету специально, что вы, вот мы такие-таки родители, готовы дать вам то-то, то-то, нам нужны такие-таки души, мы готовы предоставить такие-то условия, кто там согласен. Такого нет приглашения, бывает там кто-нибудь, какой-нибудь такой, типа сякой, и на это отвечает много душ, которые в основном выбирают для себя. В такой ситуации души имеют превалирующую позицию, они больше выбирают, чем вы, хотя вы также можете выбирать, и соответственно, они могут выбирать, они в основном выбирают души всегда, выбирая для себя родителей, через которых они смогут достичь своей цели. Для них родители всегда средство к достижению цели, всегда запомните, потому что у детей цель воплощения есть, вы для них, даже если не чужие люди, все равно, у них изначально в мире, в тонком плане, откуда они приходят, из другого измерения, у них только одна цель, выполнить то, что они должны. И поэтому выбирают они родители только для этого, иначе бы они вообще не воплощались. Соответственно, вы средства для совершения их целей. Иногда, если там призывают кто-нибудь, то согласится, там между ними терки какие-то есть, в итоге соглашается какая-то душа, или пробивается, которая больше нужна, или там, допустим, она как-то отстаивает свой резонанс. Но бывает такое, знаете, несколько душ готовы воплощаться по таким условиям абсолютно открытым. В основном, конечно, такие грязные условия соглашаются только демонические души, которые на все согласны. То есть, очень редко светлые созидательные души вот на такое, как бы, мракобесие подпишутся, воплощаться. Но в основном, если только они вынуждены, если им это нужно, они готовы все это терпеть, а в основном, вот этот низкий вибрационный уровень, вот он и перевоплощается по кругу. Ходят из-за этого мусора, грязи, потому что люди не знают знаниями не обладать. Но дальше, значит, если несколько душ на одно место, они начинают соперничество в стиле родитель должен утвердить, какая все-таки душа, это та или ся. И родитель утверждает в силу выбора. И вот эти все души являются к родителям, приходят там, а вот я такой-то, а вот я сякой-то, показывают свою красоту, как, знаете, павлины там хвостами машут. И вот там, значит, финальное слово папаша или мамаша кто-то скажет, что да, это нормально. Но там зависит от того, какие отношения у родителей. Если, допустим, папаша все решает, он мамаша скажет, все, вот ты душу принимай, то его слова достаточно. Если, допустим, мамаша скажет, я не приму, делай что хочешь, я должна согласиться, тогда, конечно, мамашу спрашивают. Но в любом случае, кто там согласие выразит, и кто первый скажет, да, типа, эта душа подойдет. И вот, значит, она воплощается. То есть, кто помашет перед вами веерами хвостов, значит, эта душа входит. Поэтому и говорят, что очередь душ, не совсем потому, что мест нету сюда. Это не совсем правильно. Души, конечно, хотят воплотиться, но они всегда найдут, когда воплотиться, потому что в том мире, где они находятся, нет пространства и времени. Они могут воплотиться как сейчас, так и через сто лет. И условия, которые им соответствуют, могут возникнуть как сейчас, так и через сто лет. Души этого не знают на тот момент. Но если им закрыть это воплощение и сказать, что вы здесь не воплотитесь, у них тут же открывается другой шанс воплощения. То есть, у них открывается воплощение поочередно. Вот сейчас такой шанс, потом другой. Этот шанс закрыли, раз третий открылся, этот закрыли, раз четвертый. То есть у них это так происходит. И они не ждут времени, у них там нету, оно не проистекает у них. Если у вас прошло 100 или 300 лет, у них это моментально. У них есть очередь. Если вы от этого отказались, или это не подошло воплощение, раз, следующий вариант. Поэтому душа, она сразу моментально, не этот вариант, так другой воплощается. И это не очередь душ, а просто из-за бардака родителей, из-за грязи в родительских башках, которые не могут определить себе, чего они хотят, они вот, и вот это можно, и вот то, они создают вот эту очередь в душах сами. Это родители создают, это не души так в очередь становятся. И в итоге души, и многие там 10-20 такие, о, мы все готовы под такие условия примерно, такие, примерно абстрактно. А выясняется, там одни родители, только одного ребенка собираются родить. Ну вот и начинается. Ну а кто будет рождаться из 20? Ну вот начинают вееры, там, хвосты, там, вот я такой, я такой. Родители в итоге соглашаются на многие вещи, которые выгодны душам. То есть душе выгодно максимально привлечь внимание родителя, чтобы реализовать свои потребности, использовать родителя как сосуд. Соответственно, душа всячески будет показывать, что она такая классная, замечательная. Родители согласятся по-тупому, то, что им понравился фантик, конфетка красивая, потому что не соображаешь, что происходит. А в итоге рождается ребенок, который вообще свои дела, в своей жизни плевал он на родителей, на их там темы, которые у них есть. А родители, знаете, в чем проблема? Родители это хотят самореализоваться за счет детей. Им дети нужны для чего-то, опять же, чтобы себя хорошо чувствовать, комфортно, чтобы хорошо жить там в своей жизни. А дети им этого не дают, они в принципе не дают, не дадут и никогда этого не будут давать. Если вы несчастны, не самореализованы, запомните, дети могут вам дать чувство счастья, реализованности иллюзорно за счет того, что вы их вампирите и поглощаете, потому что вы нечестны, и пока ребенок слаб, вы можете себе это позволить. Но когда он вырастет, он все равно вас пенет в задницу, и все равно вы вернетесь к точке, с которой вы начинали, и все равно все это ваше счастье быстро обернется несчастье. Это все несправедливое, взаимное использование друг друга за счет того, что у людей неосознанная, невзрослая, несамосознательная позиция подхода к рождению детей. Ну и вот далее, значит, поскольку вот эти души таким бардаке призываются, в итоге родители соглашаются на ту душу, которой даже бы они не согласились, если бы они вообще знали, о чем речь идет. Но они не соображают, им показали фантик, отходят пальчиком, это и все, и родители согласны. А возможно, и душа-то не резонирует, может она вообще претит их целевоплощение. Бывает такое, что души воплощаются, которые претят целевоплощение родителей. То есть, грубо говоря, демонические какие-то души, им для самореализации надо кого-то сломать и подавить. Они находят родителей, о, замечательные баранчики, вот можно их подломить, и я как раз реализацию свою выполню. А эти баранчики потом уже соображают, когда ребенок подрастает, что он их ломает, начинает с ним бороться. А нет, он цель воплощения свое выполняет, а их цель воплощения он полностью ломает под себя. То есть, все, у родителей полностью ломается шанс самореализоваться хоть как-то. Ну, и поскольку происходят такие даже случаи, в силу того, что родители не соображают, на моменте, когда ребенок входит в соединение с матерью, протягивает ей свою вот эту вот нитку, которую отец связывает, он завязывает ниточку ребенка и мать, а мать на этом моменте еще может отказаться от ребенка. Потому что, когда он совершает связь с матерью, то есть, получается, нить-завязка делается, там происходит соединение с душой, и мать начинает больше чувствовать душу ребенка. Не намного, но больше. То есть, постепенно она сильнее начинает чувствовать душу ребенка в моменте роста ребенка. Сейчас я скажу, как только этапы входа души в тело, в каком возрасте душа входит в тело. Но уже на этом этапе мать может сообразить, что там параша полная, что как бы паленым пахнет. И она имеет полное право в связи с имеющимися событиями. Дело в том, что если бы вы призывали души честно, чисто, как это полагается, через специальные храмы, где родители прибывают какое-то количество времени для зачатия, чистятся, готовятся, призывают высшую силу, затем выбирают душу, договариваются с ней, тогда эта душа воплотилась бы 100%, ничего бы с ней не случилось, никаких по абортов не было, потому что и родители готовы морально, готовы, все готово абсолютно, обстановка для этого есть, согласие со всех сторон и вопросов никаких нет. Но если вы вот это делаете таким путем, что душа может родиться, который вас просто уничтожит, и душа, понимаете, ничего не потеряет, если она с вами не воплотится. Она потеряет только дурачков, очередных барашков. Она думает, ах, черт, блин, эти бараны не согласились. Но ничего, поищем еще кого-нибудь, понимаете. Душа-то, она никуда не денется, у нее проблем-то никаких не будет. Вы не понимаете, как происходит этот процесс. С этими абортами, кстати, отвратительная ситуация происходит во всем мире за счет незнания людей, что происходит на самом деле, и как происходит процесс зачатия, как родители зачинают детей. Дело в том, что вы не знаете, как душа входит в тело. Вы не знаете, что она теряет, что она приобретает. Но принято считать, что аборты это зло, что это ужасающее зло, только по той причине убийства, хотя это не убийство. Сейчас я объясню, почему. Это связано с определенными этапами вхождения души в тело. На этом этапе душа в тело не входит. Создается лишь связующая нить, которую обрезать очень легко. Это нить не душа даже. Это даже не душа вообще. Я даже больше вам скажу, душа входит на уже достаточно взрослом возрасте ребенка в тело, но души там нет. Там есть ниточка. Ниточку, которую создал папаша в результате секса. Понимаете? Силу своей тупости определенной, если он это неправильно сделал. Но если ниточка обрезать, никому ничего не будет. Но смысл в том, что правительство и все управляющие силы здесь курируются демоническими мирами. А демонические миры в первую очередь заинтересованы, чтобы здесь воплощались их души, демоны, упыри и вурдалаки. И для того, чтобы их упыри и вурдалаки воплощались, в людях нужно максимально убить знания о том, как душа приходит в тело, о том, что душа ничего не теряет, если ее сбросить с воплощения, перебросить на другое, даже приобретает наоборот. То есть если созидательная душа, у нее есть шанс получить воплощение лучше, если в этом воплощении будет отказ. Она их через секунду получает, как я уже вам говорила. У нее сразу не это предложение, это не это. То есть вы аборт сделали, у нее секунда отвалилась, следующее, так вот это семья. То есть она, ага, ладно, здесь смотрим. Ниточка обвалилась, вот это вот. То есть, ну это, понимаете, для души это вообще никакого резонанса там проблем не имеет. И, соответственно, эти демонические миры вводят людей в сумбур, в бардак, убеждают их, что ни в коем случае не отказывайтесь от того, что вам пришлось верить, а это святое. А сами под шумок используют низковибрационных папаш, которые не умеют закидывать это правильное лассо для призыва души, который призывает, кого попало. Демоническим мирам открываются все двери, они могут воплощаться как угодно, где угодно, высасывать высоковибрационных мамаш, использовать их как сосуды, использовать родителей, подминать всех, вообще просто вамперить и жрать тут, понимаете, полностью уничтожать, деградировать население. И вы ничего не можете сделать, потому что вы тупые не соображаете, и поэтому внушается в общей политике, что аборт это плохо, это зло, для того, чтобы вы как можно больше рожали всяких упырей. И это отвратительно просто. Мне очень прискорбно почувствовать, что люди этого не понимают. Когда начинаешь говорить про такие вещи, о боже, это такое зло, а кто им это говорит, это черти им говорят. Потому что через божественный мир, понимаете, призыв души, дитя, ребенка делается только при определенных условиях и правилах. И если вы не соблюдаете эти условия божественного мира и правила, вы совершаете богохульство. И если вы совершаете богохульство и рождаете детей в грехе, оно так и происходит, сейчас я объясню более подробно, почему, то вы имеете полное право сбросить это воплощение и совершить аборт, потому что воплощаются не люди. Этот закон божественный был известен раньше в мире, в миру. А сейчас люди просто отвратительно себя ведут, и еще когда пытаешься эту тему поднять, они еще и спорят. Я вам объясню, что такое богохульство и что такое рождение не люди. Дело в том, что для рождения ребенка, я вам объясняла, необходимо соблюдение определенных правил. Несколько дней вот этого чистка, как я вам рассказывала, любовь обязательно должна быть. То есть любовь между мужчиной и женщиной настоящая, искренняя, это брак перед Богом, это свадьба, это семья перед Богом. То есть Бог их обвенчал тем, что Он их наделил силой любовью. То есть Он их пометил, Он их отметил. Вот вы, типа вы благословлены Богом, выбраны для создания пары. Когда люди выбирают не любовь, они плюют на благословение Божие, плюют на все и выбирают себе пару антихриста. То есть они выбирают сатанинские пары, не по любви. Это первый грех, который они совершают. Далее, для того, чтобы зачать ребенка, нужна специальная подготовка, специальный храм, как я вам рассказывала в тех условиях, как я вам рассказывала, через этот храм призываются силы. Дело в том, что для того, чтобы призвать силу зачатия, божественную силу рождения и зачатия, нужны определенные условия. Храм в данном случае подразумевается определенное помещение, находящееся вместе, очень гармоничным, созидательным, красивым, прекрасным, где у вас возникает резонанс, где вы расслабляетесь, где вы находитесь в максимальной любви, потому что находясь в максимальной любви и расслаблении, вы находитесь в Боге, вы призываете Богу, то есть вы призыв Бога делаете для зачатия, что люди никогда не делают. Если зачатие происходит без призыва Бога и божественной энергии, это уже богохульство само по себе, потому что вы не создали акта божественности в призывы ребенка, кого вы собираетесь родить, если вы акта божественности не соблюли. Далее, соответственно, механизм зачатия должен быть при подготовке, как я вам сказала, отец должен призывать эту душу, от отца очень многое зависит. Папаша должен вообще максимально отдаваться любви, он должен в нирванический транс входить, то есть у него огромная тренировка должна быть перед этим, чтобы он смог это реализовать. Если папаша не работает над этим, не занимается духовностью, вот для чего, вот почему отцы более духовно развитые, вернее отцы, почему мужчины более духовно развитые, предрасположены к духовности, к отрыве от земли. Вот хочу вам сказать, какое ужасное искажение у нас в мире происходит. Мужчинам дана вот эта оторванность от реалии, от материи только в одном, в сексе, понимаете. Она им дана только для того, чтобы в момент любви, в момент акта они настолько любили женщину безумно, что они призвали божественную душу, божественного человека, понимаете, человека они призвали. И только для этого, во всем остальном пространстве они должны слушать женщину в плане материалистичности, приземленности, основательности. Но здесь это единственный момент, где они должны отрываться от реальности, уходить в космос полностью. Тогда как мужчины на сегодняшний день используют это качество для того, чтобы размышлять, философствовать. А когда им что-то женщина говорит, они посылают в задницу, кричат, орут на нее, хотя вот Бог наделил их этой способностью только для того, чтобы любить женщину, а не для того, чтобы его унижать, обижать и так далее. То есть они богохульствуют по полной. Этот мир перенесли дьяволу, здесь дьявол управляет всем. Здесь везде антихрист, понимаете, во всем начинается рождение детей. И вот далее, когда вот соответственно отец правильно применяет свою божественную силу, призывается сила рождения Бога, тогда в тело женщины входит божественное дитя, ребенок человеческий. Вот тогда человек входит в тело. Человек для нас на сегодняшний день это просто Бог. Потому что мы живем среди упореводаков, редко когда полулюди, наполовину людям воплощаются. Но иногда люди там единички людей воплощаются, там получается им пробиться как-то, что-то выбиться и то. Эта заслуга может быть душ. Иногда души там между собой разбираются, подмачивают этих демонов, чтобы воплотиться в более светлой душе. И вот тогда в Боге, в любви, в любви вокруг, в любви между мужчиной и женщиной, то есть это равно Богу, чтобы вы поняли, любовь равно Бог. В Боге рождается человеческое дитя, убить которого великий грех, изгнать которого великий грех и не принять которого великий грех, потому что он рожденный в любви, он принят любовью. Сам Бог, грубо говоря, осветил мужчину и женщину для рождения ребенка любовью. И рожденный ребенок в любви имеет огромную любовь. И нельзя эту любовь прекратить смертью и совершить грех. Нельзя. Но если, соответственно, начинаются дети в грязи, без особой подготовки, без особого уровня, на низкой вибрации, призываются черти упыри, потому что никто на этот вибрационный уровень больше не придет, так как совершено богохульство, не соблюдены законы, не был призыв сделан, не было совершено божественного храмового состояния. Соответственно, от черти упыри в урдолагов можно избавляться вполне. Это не богохульство, это вообще не грех, это ничто абсолютно. Потому что это все равно, что, я не знаю, избавиться от болезни какой-то или еще чего-то. Я не к тому, что вот эти вот души не должны воплощаться, но эти души не должны воплощаться людьми. Очень многие из этих душ не должны воплощаться людьми. Вы понимаете, что вы творите? Они должны воплотиться животными, да, там, но они вот, допустим, они должны воплотиться там насекомыми, какими-то существами. Не дошли ли они до того, чтобы иметь хотя бы форму человеческую? И что мы имеем вот сейчас? Многие вот люди, у них просто я удивляюсь, почему вот Вот у этого человеческое лицо есть. Я вот просто не понимаю, как так во Вселенной несправедливо все происходит, что это имеет человеческое лицо. Потому что оно не может быть человеческим лицом, понимаете? А это богохульство совершают люди. Они это урождают. А избавиться от этого они обязаны и имеют полное право, потому что таким образом они нарушают цикл воплощений. Они позволяют существам, которые должны пройти эволюционный путь, еще в животных или еще непонятно ком, воплощаться людьми. И тем самым совершают очередное богохульство. Потому что воплощаться им нельзя, это запрещено. Люди нарушают закон. Тем самым рождение детей вообще, понимаете, это не великое благо физически родить сосуд, это не великое благо, великое благо родить душу. Запомните, не путайте. Рождение, соответственно, сосудов и рождение души. Это абсолютно разные вещи. И совершение абортов на стадии до вхождения души в тело, это вообще ничего абсолютно не значит, кроме случаев, конечно же, зачатия божественного. Но я уверяю, в таком случае никогда аборты делать не будут, никогда вообще. Потому что родители любят друг друга, родители готовы детей зачинать. Это делается осознанно, самосознательно, со специальным призывом. Никогда не бывает ситуации, чтобы кто-то там делал аборт. Единственное, как могут сделать аборт, не аборт, вернее, если кто-то посягнет на такое дитя, то есть вот они родили, а кто-то решил там, или там женщина беременна, а кто-то захотел эту женщину убить. Или вот тогда совершается, вот это богохульством считается. Потому что кто-то из вне может убить такого ребенка. Родители никогда такие, соответственно. А те родители, которые готовы совершить аборт, это родители, однозначно совершившие это в богохульстве, в бардаке, в непонятно чем, зачинающие непонятно каких детей, маловероятно. Ну и, соответственно, при любой душе, даже если душа не очень низковибрационная, поскольку призыв был совершен вне Бога, при нарушении божественного закона, все равно было совершено в грехе такое зачатие. Это не из-за секса. Сам секс был грязным. Вот что такое грех. Грех – это грязный секс. Я не имею в виду извращенный. Я имею в виду секс, не соблюдающий определенные параметры, то есть которые должны быть чистота души и тела, чистота помыслов, обстановка определенная, чистейшая, прекрасная, храмовое место. Это позволяет делать секс абсолютно чистым. Подготовка тела физически. То есть если этого не происходит, секс не является абсолютно чистым. Ну и, соответственно, тогда ребенок зачинается в грехе, и тогда родившаяся душа, даже если она более-менее светлая, она рождается реально в грехе. То есть если перевести на русский язык и сказать это более правильно, то рождение в грехе означает рождение вне потока любви, рождение вне Бога, в отсутствии любви. То есть если любовь даже была у родителей, ее не было в пространстве, где они находились, ее не было в месте, где они находились, Ее не было создано в процессе зачатия. Поэтому ребенок родился вне потока любви, вне потока Бога. Он родился вне Бога, он родился в грехе. Вот что значит рожденное в грехе деть. И если ребенок рождается вне потока Бога, он лишается защиты сразу же божественной. Он сразу же рождается на связи с демоническими нижними мирами. И он сразу становится уязвим. И дальше идет этап вхождения души в тело. И то, насколько душа может войти в тело, дальше пробиться. Соответственно, чтобы вы поняли, полноценная связь между душой и телом создается до 5 лет. Только до 5 лет мы можем утвердить, что связь, связь создалась. Это не то, что душа вошла в тело. Нет, создалась связь. Потому что если бы душа входила в тело, ребенок рождался уже самосознательным и умным в детском возрасте. Он не соображает лишь по одной причине. Потому что его физическое тело не доформировалось, у него мозг не дорос. В силу этого душа не может полностью войти, потому что душе так же, как и выйти, и войти нужно во что-то. То есть ей нужно войти в определенную связь биологических элементов. Поэтому она выходит из тела, когда эта связь с биологическими элементами прерывается. И войти она может, только когда они вырастают полностью. У ребенка они вырастают постепенно. То есть некоторые биологические элементы формируются только спустя определенный возраст. Соответственно, до 5 лет вообще никакой полноценной связи нет. И если душу прервать, допустим, в этом цикле, допустим, ребенок умрет, то здесь вопрос не греху. Грех, допустим, в любом случае дети в грехе рождаются, родители уже берут на себя этот грех. Изначально ребенок, родившийся вне любви, на родителей вешает определенную вампиризм. Ребенок имеет право вампирить с родителя, там включается подключка, потому что родитель изначально не поставил божественную защиту при рождении ребенка. То есть он изначально это не учел, не сделал, поэтому дети большинство рождаются, они высасывают первые годы жизни с родителя все, потому что родитель так наказывается за богохуйство свое, грубо говоря. Дальше, когда ребенок до 5 лет входит, душа не вошла, но создается связь. Связь создается такова, что душа еще не находится в теле, но она уже полностью чувствует родителя, понимает, ну как полностью, она до 5 лет, в 5 лет она полностью чувствует. До этого она местами чувствует родителя, местами чувствует его эмоции. Если оборвать связь души, она просто оборвет связь с родителем. Ну, это, к примеру, как если у вас было открыто окно, вы через окно смотрели, что происходит на улице. Вам окно закрыли. Вы сильно пострадали? Ну, вы поищите другое окно, но вы вообще не пострадали, потому что вас-то не было на улице. Вы все это время наблюдали в окно. Поэтому ребенок до этого периода, он не соображает в плане, у него практически нет опыта, кроме визуального. То есть, нет, я не к тому, что он не испытывает боль и страдания, но для души, скажем, душа, она испытает стресс от смерти только в качестве визуального эффекта. Вот, допустим, если вы смотрели в окно, увидели там убийство в окне, и вам страшно стало, вы испугались, но вы не участвовали при этом. Это разная степень испуга, если бы вы находились там или вас убили фактически. То есть, степень разная. Поэтому душа в основном, она как бы не мало что теряет, она мало что испытывает. Ну, кроме там, не знаю, если досада, она испытывает, что там в этот раз не получилось, пойду дальше искать кого-нибудь. Вот, но по большому счету она не вышла даже, в тело не вошла и входа там не было. Человек, который совершает такое убийство, соответственно, на стадии, когда только нить еще идет, нить, она идет где-то до нескольких месяцев формируется. Я бы даже сказала, полноценная нить входа, связи души с телом формируется даже после рождения, после 9 месяцев, может быть, до года где-то, чуть меньше года. Чуть меньше года есть только нить между ребенком и, между душой и, грубо говоря, телом ребенка. Только нить. До этого нету связи даже, эта нить не обрастает никакой связью. Если нить обрезать, и, грубо говоря, ребенок умрет, и очень часто дети умирают в младенчестве, и очень часто, честно вам скажу, в младенчестве они умирают, потому что эту нить кто-то обрезает мысленно, то есть это не обязательно физически какие-то усилия делать. Греха никакого практически нету, кроме тех особенностей, которые ложатся на родителей. Потому что этого ребенка родили люди, они вложились в это, они старались, произошли роды, мать там страдала, вынашивала ребенка, соответственно, если такого ребенка мысленно убить, то несут карму за родителей, которым причинили вред, но не за ребенка, потому что просто ниточка обрезается, которая не принадлежит ребенку. Эта нить не принадлежит ребенку, она принадлежит родителям. Они ее создали, соответственно, это их карма, и обрезая нить, если родители сами обрезают нить до этапа формирования плода, там идет вот этапа формирования плода. Если плод мало сформирован, то нить можно обрезать вообще без всякой кармы. Ничего не будет родителям. Если, допустим, плод уже сильно сформировался, и родитель обрезал плод, Он несет карму перед своим телом, потому что тело определенный этап, вкладывалось, развивало тело, тело росло, а потом на каком-то этапе он взял и обломал всю эту структуру тела. Есть некая кармическая составляющая тела, откат, что нельзя так поступать, потому что тело старалось и выражало свои мысли. Но карма несется перед физикой, перед физиологией тела, не перед душой. Душой вообще, ей вообще ничего. Это даже не души было. Она привязана была и обрезали, ничего страшного. Но карма несется. Поэтому, соответственно, если аборт делают на ранней стадии, там вообще практически минимально. Карма тела настолько минимально ничтожна, что там вообще ничего. Обрубается эта связь сперматозоида. Если там более-менее плод сформировался, то, конечно же, какая-то карма побольше. Но если уже поздний аборт делают, там тело удар будет, переживет. Но здесь женщина отвечает только перед телом. И отвечает мужчина или кто-либо, кто делает аборт, тоже перед телом. Соответственно, конечно же, если постоянно делать аборты, это не такая великая карма. И поэтому врачи с этим живут, они с этим нормально проживают. Потому что карма есть, но она небольшая. Это как карма небольшого увечья тела физического, потому что тело вкладывало, старалось, это оборвало. Дальше, если ребенка убивать в младенчестве, то уже идет карма за выношенного и за роды. Потому что уже когда выносили и уже родили, там уже другое вложение произошло в процессы. Там уже серьезнее карма идет, и откаты могут быть серьезные. Чтобы вы понимали, это не значит, что люди безнаказанные будут за это. Нет, люди наказываются. Но вы должны понимать, за что они наказываются и кто их наказывает. Если, допустим, ребенок в младенчестве убили, обрезали эту нить, то карма несется. Вообще мать рожала, она вынашивала, она тащила на себе очень много. И там серьезно идет возмездие, тяжелейший удар. Потому что от матери конкретной, которая все это выносила. И разумеется, за все это идет расплата, но только перед матерью отвечают. Перед душой ребенка нет. Ну и соответственно до 5 лет, если ребенка убивают, отвечают перед родителями. И уже в зависимости от того, как связь создается, все-таки связь уже начинает создаваться. Там уже от годика маленькая связь, эта ниточка обрастает. Немножко там отвечают перед душой. Но это мизерные такие там кармы, они малюсенькие. Там душа вот буквально чуть-чуть, она вошла, там чуть-чуть она что-то видела. Основное все откат идет перед родителями. Потому что родители вырастили, ребенка, он рос, они там любили его, там страдали. Они мучили все. Родителям вся отплата идет. Если убить ребенка, соответственно идет грех перед родителями, грубо говоря. Но не перед душой. Перед душой минимально идет. Продолжение следует...